1494 год, два, пожалуй, важных события, Тардессилийский договор и деятельность Савонароллы. Фактически начались уже войны за Италию и кризисы вот этой системы флорентийского гуманизма гражданского, который был построен. Но сначала о Тардессилийском договоре, как уже ранее говорил, Колумб открыл Америку, которую считали Индией на тот момент. И ранее было решение Папы Римского, что все территории Индии переходят португальцам, в результате португальцы возмутились и начали судиться. Однако Папа Римский был как раз из Испании, из Валенсии он был. И 3 мая 1493 года он предложил решение по поводу того, что нужно поделить землю по меридиану, которая проходит в 100 лигах западних островов Зеленого мыса. То есть за островами Зеленого мыса еще 100 лиг, и там далее все земли будут испанские. А все, что восточнее этого меридиана, все будет португальское. То есть землю просто по линии поделило, в принципе, вот она карта. Конечно, Португалия была против, добилась, чтобы немножко западнее эту линию передвинули. Но, в общем, особенно это все не помогло, договор был заключен в 1994 году. Для территорий Марокко и Алжира, за которые продолжали воевать, немножко другую линию установили, потому что там у испанцев тоже уже были колонии. Позднее выяснилось, что там Америка, а не Индия, и что частично там вот эта линия поделила Америку так, что Бразилия досталась Португалией. Вот последствия этого договора, что Бразилия все-таки португальская, ее колонизовали португальцы, и там сейчас португальский язык. Потом Магеллан окончательно установил размеры земли, и только вот после экспедиции Магеллану установили западную линию. То есть вот было ясно, какая там линия, относительно которой, относительно Америки восточная, да, то есть я относительно Америки рассматриваю. Относительно Америки восточную линию установили в 1994 году, а западную установили после Магеллана. Получилось, что вся Америка испанская, что немедленно Испания начала реализовывать, кроме Бразилии, Бразилия досталась португальцам. Африка вся португальская, и реальная Индия, Индонезия вся португальская, и Китай. Ну вот, опираясь на это, начали интенсивно португальцы захватывать Индию, Китай, Индонезию, а Испания, соответственно, Америку. Ну, дело в том, что, во-первых, началась реформация, этот договор был подкреплен авторитетом Папы Римского, а для протестантов это не только не было авторитетом, но наоборот. Они его считали наместником дьявола. В результате протестантские страны просто сразу хер на это забили, Англия и Голландия, и захватывали колонии, где могли, у католиков. Франция, которая была католическим, тоже фактически начала саботировать. То есть, как бы они продолжали быть католиками, но все равно захватывали, где могли. И в результате, в общем, где-то уже к концу XVI века, это был просто договор между Испанией и Португалией. Остальные страны игнорировали. Однако, даже до сих пор при различных спорах там, допустим, в Антарктиде, Чили может ссылаться на этот Тардисильевский договор, что Чили является наследником Испании, следовательно, вот испанский сектор должен быть по Тардисильевскому договору. Ну, официально в 1777 году договор этот отменен. И, опираясь на отмену договора, Португалия расширила Бразилию. То есть, вот теперешняя Бразилия, она немножко за границами этих установленных выходит туда. Савонаролла довольно фигура спорная. Вот часто рассматривают реформацию и Ренессанс как две стороны одной медали, единый процесс и так далее. На самом деле, они конфликтовали, о чем я позже еще скажу. Вот этот конфликт, в общем-то, и начался. И здравым процессом является Ренессанс, потому что Ренессанс привел действительно к развитию науки, культуры, к формированию научного мышления, которое позднее привело к развитию техники современной и так далее. А реформация, процесс частично может быть и прогрессивный, так как он ликвидировал власть Папы Римского, по крайней мере, на севере. Но в целом к науке-то не особенно относятся. И многие деятели реформации и предреформации таких савонарола негативно относились к науке, уничтожали ученых. То есть нельзя сказать, что это однозначно прогрессивно. Тем более, конечно, современный протестантизм — это реакционеры, тут и базара нет. Они пытаются просто использовать для своей пропаганды то, что они когда-то были против Папы Римского, Папа Римский был реакционером и так далее. Все церковники, конечно, это реакционеры, враги науки, прогресса, всего доброго и человеческого. Это мы ярко видим на примере фигуры савонарола. Савонарола в молодости был гуманистом, он, конечно, флорентиец тоже. Вот во время его молодости был рассвет гуманизма, Платоновская академия, всё, о чём я рассказывал, Лоренцо Медичи правил. Савонарола он тоже в то время увлекался Платоном, и пытался он изучать медицину, философию платоническую и так далее. Но он на всё на это забил. Там что-то там с девушкой у него не заладилось. Говорят, начитался богословских сочинений этого Фомы Аквинского, придурка, о котором я уже рассказывал, сумасшедшего, тоже фашиста-реакционера. Ну вот, начитался он Фомы Аквинского и пошёл в монастырь. Начал он действовать, так сказать, против гуманистов. Ну, первоначально, конечно, сами гуманисты утверждали, что они тоже католики, и католическая церковь с ними не ругалась и заказывала им соборы. Поэтому первоначально он на них не накатывал, работал он в структурах уже католической церкви. Там прославился, так сказать, как проповедник-организатор. Его пригласили во Флоренцию в 1490 году. Он там стал учителем в монастыре Сан-Марко. Его, собственно, сам Лоренцо Медичи и пригласил. Ну вот, вертолёт полетел в Украину, ребята. Вот как оно символически, как раз когда я про этого Савонаролу рассказывал. Рассказываю. Ладно. Вот Савонаролу, хотя его Лоренцо Медичи пригласил, но он немедленно предал. И уже с 1490 года он начинает подговаривать местное быдло против гуманистов. Опираясь он на том, что гуманизм – это идеология богатых, они там все погрязли в роскоши, читают своего Платона, долбятся в задницу, угнетают бедных, рисуют картины, ненужные людям и так далее. То есть у него проповедь была направлена против учёных, против богатых, за бедных и за католицизм. То есть он убеждал бедных, что им лучше быть фанатиками католическими, чем поддерживать этих богатых, которые занимаются непонятной народу наукой, рисуют дорогие картины, строят дорогие здания, а люди, так сказать, в бедности проживают. Бабы ходят в каких-то нарядах ненужных, чересчур красивых и так далее. Параллельно он осуждал католическую церковь, которая тоже погрязла во всем этом гуманизме. Вместо внушения народу основ христианского учения, священники отдаются поэзию и красноречию, читают Карации, Вергелии и Цицерона. То есть самообразование для Савонарула было признаком отступления от христианства. Вот эту вот программу радикальную он выдвинул, и под видами всяческого христианского социализма и так далее она продолжает выдвигаться. То есть реально смешивают такие вещи, как угнетение и развитие науки. Понятно, что богатые, они, как правило, поддерживают науку, так как они понимают, что от нее есть польза. Польза науки для бедных не всегда очевидна. Вот поэтому возникла этот дискурс, что попы натравливают бедных одновременно и на богатых, и на науку. Вот Савонарула это и начал. Поскольку гуманизм находился в определенном кризисе, его многие поддержали, в том числе из этих самых богатых. Фактически он стал независимым от Медичи, который он постоянно обвинял во всяких преступлениях. Медичи умер. Его сын Пьер де Лоренцо Медичи был непопулярным. Папу избрали Александра Борджа, который был тоже известен развратом, он тоже Савонарула критиковал. Вот поэтому Савонарула иногда к реформации относится, потому что он критиковал и Папу Римского постоянно. Фактически он стал независимым в своем монастыре, захватил монастырь Сан-Марко Савонарула и там все это втыкал. Но надо сказать, что помимо всех этих бесед про бедности, он действительно эту бедность соблюдал и монахов заставил. То есть он не жил ни в какой роскоши, демонстрировал, что он предан этой идее, чтобы все были бедные и тупые. Из науки все-таки он там ввел преподавание греческого, еврейского, турецкого и арабского языков. То есть какое-то там просвещение было, но все это примитивно только к проповеди к коколицизму. На самом деле он был против науки, против Платона, против философии и так далее. В результате, когда началась интервенция французов в Италию, изгнали вообще этого Пьера де Медича, то есть вот этой всей пропаганды Савонарула захватил власть, навербовал себе сторонников, и фактически правителем Флоренции стал Савонарула. Он во всех этих переговорах участвует с французами. Савонарула восстановил республику. Надо сказать, что, видимо, республиканцы его тоже поддерживали. Прекратилась диктатура Медичи. Савонарула начал реформы в интересах бедных, установил подоходный налог, изгонял ростовщиков всяческих именял. К сожжению приговаривались гомосексуалисты. Гомосексуалисты часто были богатые, под влиянием Платона находились. Преследовали всяческие богатства и так далее. Запрещалась богатая одежда. И таким образом, всякие баллы маскарады, таким образом он определенный авторитет среди бедных приобрел, тем, что он их защищал. Против него, естественно, были все аристократы. Против него были банкиры. На этот момент он опирался на нижние и средние слои населения и на церковь. В то же время он восстановил республику, что многим нравилось. Но, видимо, про то, чем он кончил, я уже потом расскажу, потому что это будет в 98-м году. Вот оценка деятельности, что в какой-то степени это реформация, и его, кстати, считают предшественником реформации лютеране. С другой стороны, это католическая реакция, вообще религиозная реакция против гуманизма, то есть против науки. С третьей стороны, это некая такая программа левацкая. Определенно он левак, в нашем понимании, то есть он за бедных против богатых. Поэтому фигура странная, спорная, во многих произведениях присутствует. Ну и, в общем, вот на этом нужно остановиться. Продолжение следует...